Итак, мы разобрались с тем, что мышление представляет собой способность, но на самом деле мышление участвует в конституировании, вот как вот слово такое можно высказать, в конституировании того, что представляет собой реальное, то есть мышление представляет собой, оно входит в понятие реальное, то есть реальное, ну или может быть мир, оно представляет собой двухслойную структуру, с одной стороны вот здесь чувственное, с другой здесь и здесь мысленное, да, и вот это вот мысленное, собственно, и чувственное, объединенное вместе, это можно было написать феноменальная сфера, а здесь вот сфера дискрипции, дискриптивных понятий, да, и вот это, собственно, называется феноменологический подход, то есть феноменологический подход, феноменологический подход к реальности. И вот теперь, если мы подходим к проблеме интерсубъективности, а это проблема соотношения двух субъектов, то мы говорим о том, что вот один единичный субъект соотносится с другим единичным субъектом. Ну сейчас я придерживаюсь здесь, пока держусь той гипотезой, что в онтологии и метафизике никаких субъектов нет, то есть нет никаких всеобщих субъектов, да, что есть всеобщее сознание, но всеобщих субъекта нет. И как бы субъекты единичные, поэтому мы будем говорить с позиции единичных субъектов, да. И проблема интерсубъективности состоит в том, каким образом один субъект видит другого как субъекта. Ну каждый из нас видит другого человека как объект, это стандартно. То есть первое, что если видит какой-то объект, да, то это стандартно, потому что каждый субъект направлен на объект и видит объект. Здесь ничего особенного нет. Но может ли он увидеть субъект? И вот для того, чтобы это понять, надо обратиться к нашему феноменологическому подходу. Дело в том, что когда единичное сознание, я дальше не буду писать единичное, потому что оно везде единичное, надо просто писать сознание. Давайте единичное уберем, чтобы не путаться. У вас соотносится два сознания, два субъекта. Когда субъект просто соотносится направлено на объект, то в этом нет ничего необычного. То есть в каком-то отношении с объектом этим может послужить другой субъект. Он просто не видит в него субъект, а видит объект. И это будет определенного рода ситуация, которую мы потом будем описывать. Но может ли субъект один увидеть субъект два? Если бы мы находились в различии, как я говорил, как где-то делают классическая философия, а классическая философия для него реальная, представляет собой... Ну, это, конечно, немножко утрировано, потому что у Гегеля это уже не так, потому что Гегель говорит о реальности понятий, но он как-то высказывает это так, что на самом деле не очень понятно, в каком отношении понятие является реальным. Потому что у него понятие является реальным в том смысле, что есть некий дух самостоятельный, индифферентный, который как бы все в мире оживотворяет. Ну, поэтому реально представляет собой феноменальное, то есть чувственное. Вот как бы в этом состоит, как я сейчас понимаю различие, одно из различий классической философии и феноменологической. Феноменологический подход, он как будто вносит в понятие реальное уже умышление. Ну, это может было бы на языке современной философии какой-нибудь там, постпозитивистской, говорить о том, что опыт всегда нагружен, да, нагружен теоретически. Ну, это просто некие пояснительные слова. То есть не существует никакого такого чистого опыта, никакого чистого восприятия не существует. Наше восприятие всегда как бы нагружено неким мышлением, да-то оно исходит из неких посылок мысленных. Мы сами, более того, мы сами всегда ассоциируем себя с некими мыслящими людьми. Мы говорим, что я есть мыслящий, да. То есть мы когда всегда, иначе говоря, мы всегда выступаем из мышления, мы сами стоим на позиции мышления и из него выступаем. А если мы переходим к созерцанию, то есть переходим к восприятию, то это всегда есть выступание из некой позиции предыдущей, да, которая является мышлением. Так вот, существует ли такой опыт, когда субъект один воспринимает субъект два как субъекта? Если говорить о классической философии, то это как-то проблематично. Этот вопрос Гегель решает тем способом, что у него единичный субъект, он потому единичный, что я рядом с единичным, есть другой единичный. Если субъект один единичный, то просто по определению не бывает единичный субъект как бы один. Единичный субъект всегда выступает в неком многообразии. Поэтому в феноменологии духа, когда он выдвигает вторую гипотезу, то там у него один субъект различается с другим субъектом. То есть возникает какой-то второй субъект, и это немного странно. Но тем не менее понятно с точки зрения логики. Но если мы обратимся к феноменологии, как феноменология может к этому вопросу подойти? А феноменология может единственным вопросом подойти, что как бы субъект один должен увидеть в каком-то вот этом объекте, который перед ним стоит, ну, можно сказать, тело, да? Нет, увидеть субъекта. То есть он должен рассматривать его вот так вот двухслойно. Поскольку все из текста, он должен его прочитать. Он должен увидеть в объекте, вот в этом два, некий знак. Знак. То есть он должен взять... Он, конечно же, это объект, данный моду. Как некий объект, это называется нашим телом. Но в теле важны есть элементы, которые отмечают, например, французские философы, когда об этом говорят, там, левинас, сатор, там, вот есть лицо, да? Есть некая организация, организация организма, да? Он должен увидеть за этим телом некий знак вот этого субъекта. То есть субъект два, он всегда будет в этой мысленной сфере находиться. Объект два нам дан вечным образом, да? Он дан материальным образом, в виде некого объекта. И мы должны этот объект таким образом транцендировать, что должны увидеть в нем субъекта. То есть, на самом деле, вот это вот видение в этом объекте субъекта, и это есть некое мышление, некая добавка, наша добавка, да? То есть, это вот есть некое транцендирование. Мы должны как бы эту реальность увидеть. Мы, конечно, в обычном опыте, когда в последневности, мы просто привыкли это осуществлять. Мы никогда видим человека, мы уже не задумываемся, что надо осуществить вот это мышление. Но если вдуматься на самом деле, то мы ведь всегда всякий раз видим некое тело, а мы всякий раз видим некого объекта. А как мы узнаем, что он является субъектом? Есть некое умозаключение. То есть мы делаем умозаключение. От объекта 2 мы делаем умозаключение к тому, что он является субъектом 2. А что такое умозаключение? Это и означает, что мы, включая мышление, двигаемся в сфере вот этой второй, энергетической сферы, которая является сферой мышления. И поэтому если мы берем человека вот в такой двойственной структуре, то есть как некий текст, то тогда мы можем выйти к человеку, увидеть на самом деле в объекте, ну, в данном, допустим, теле, который является перед нами, субъект. Причем, с точки зрения обычной жизни, здесь никакой проблемы нет, но здесь существуют философские проблемы. Проблемы интерсубъективности очень много занимался, скажем, гусер. И вообще эта проблема существенная. Есть же такая ловушка философии, как селепсизм. Ну, мы сейчас к этой ловушке подойдем. Так вот, если мы все-таки взяли, берем человека как текст и вычитываем на самом деле, видим в его теле, в его организации, в его лице другого, то субъект может выйти к другому субъекту. Давайте рассмотрим эти позиции с точки зрения вариаций. То есть, как это следует понимать в этическом плане? Ведь на самом деле соотношение двух субъектов это есть не что-то, как этика. То есть, когда субъект находится в своей одной сфере, вот субъект всегда замкнут в некоторой сфере своей. в сфере одиночества, если можно так выразиться. Потому что с точки зрения этики, как бы, субъект представляет собой некого одинокого, одинокого познающего. Так вот, этот одинокий познающий на все, что он направляет свои способности, он все превращает в свое. для нас это говорит о том, что вот есть некое самотождественное я, да, самотождественное я, и оно делает все этим я. То есть, оно все превращает в свое иное. То есть, она берет нечто, вот если она выходит на нечто как бы иное, то она просто потом включает его в свое иное. Каким способом? Она это иное мыслит и все превращает в мышление. То есть, есть некая тотальность мышления, в котором все, что попадает в сферу этого мышления, становится как бы мышлением. То есть, если мы, познающие, стоим на позиции мышления, то всякий раз, если мы эту позицию не рефлектируем, да, просто стоим на позиции мышления, и все, что к нам приходит, мы просто вот эту вот впереди стоящую фелименальность, мы просто постоянно трансцендируем и движемся только вот в сфере мы ее трансцендируем, насквозь, и движемся только вот в сфере смысла, сфере значений. Да, вот знак мы постоянно трансцендируем, знак относит знаку, но вот это вот движение от знака к знаку, оно происходит в мышлении, да, и вот мы только участвуем в этом движении, мы больше ничего не видим. И поэтому мы все сводим к своему, и вот поэтому есть некая сфера тождественная, которую мы не можем никак вот трансцендируем, мы как бы в ней остаемся, вот эта сфера имманентного, или сфера тождественного, мы в ней находимся, и вот в этом состоит как бы некого рода трагедия человека, да, человек замкнут некую свою сферу, из этой сферы покинуть не может, и каким образом он должен выйти к другому, в этом смысле другое, есть точно такая же сфера, и он точно так же точно так же замкнут свою сферу, да, вот одно одиночество и другое одиночество, да, тут одиночество не надо понимать в каком-то там сентиментальном смысле, что вот типа мы одиноки встречаются, тут одиночество понимается в смысле того, что каждый субъект на самом деле не может пробиться к другому, потому что он всякое иное сводит к своим, и более того, когда мы говорили об объектах, да, просто, ну, например, субъект может всегда все брать только как объект, он все берет как объект, и у него не существует ничего кроме объекта, и у него не будет существовать никаких других субъектов, поэтому что для того, чтобы осуществлять другие субъекты, как я уже показал, он должен осуществить некий акт мышления, некий акт, в этике он называется акт признания, да, вот есть некое тело, и я должен признать за этим телом субъекта, да, я должен признать, а что значит признать, Если я являюсь субъектом, и что значит я могу признать за этим телом субъекта? Я субъект это знаю только как самому себя. И когда я признаю за каким-то вот этим телом субъекта, это означает, что я признаю его равным с собой. И вот здесь возникает логика признавания. Эту логику хорошо описал Гегель, феноменологий духа. В главе самосознания у него есть эпизод, связанный с господином и рабом, и перед этим у него есть некая борьба с самосознанием. То, что вот здесь вот говорится на линии субъекта, это как раз и отображает то, что там говорится. Каждый субъект стремится быть признанным другим. То есть стремится быть признанным. Мы пока сейчас оставим разговор о сфере самотождественного, потому что это как бы другой разговор немножко. Просто я расскажу о том, как понимает эту ситуацию Гегель. Он стремится быть признанным. Но ведь для того, чтобы быть признанным, каждый субъект представляет собой нечто свободное, он может его принудить признать себя. Тогда это будет рабство. Но это признание не является истиной, потому что если мы принуждаем другого себя признать, то это принуждение на самом деле фактически как бы отрицает само признание, потому что признание просто становится несвободным. Поэтому признание, ну допустим, если взять просто конкретный вид признания, допустим, если я заставляю другого признать себя философом, допустим, пинаю его ногами, то он скажет, да, ты философ, но будет ли это признание истинным, да? Точно так же и здесь. Это будет рабство. И он обсуждает там вот этот логик господина раба. А свободное движение должно состоять в том, что сам второй субъект должен меня признать. Но ведь второй субъект точно такой же, как первый, и он точно так же ищет признание. Ищет признание. И получается, что здесь логика странная. Каждый стремится получить признание от другого, но сам первоначально должен сделать то, что он хочет от другого. Каждый хочет признание, но для того, чтобы получить признание, он сам должен их признать, потому что отношения симметричны. И получается, вот логика такая, что каждый идет на смерть другого. То есть они сталкиваются, потому что каждый хочет доказать другому, что он достоин быть признанным. два субъекта сталкиваются в непримиримом отношении но это как бы дуэльность каждый идет на смерть другого и в этой смерти каждый доказывает другому что он достоин быть признан но если кто-то пасует то мы как бы подаем в родство а если не пасует то возникает сначала самостоятельное самосознание а потом а потом свободное но мы в эту сторону двигаться не будем как бы это просто некая гегелевская старта для нас важно другое для нас важно то что это измерение оно уже есть измерение этики и в этом измерении этики мы попадем к этому вопросу немножко как бы более этически чем у Гегеля потому что здесь опять же логика и он как бы вот этот этический разрез он как бы уводит потом дальше он возникает дальше еще тут вопрос состоит дело в том что мы как раз сейчас стоим на позиции что как должно осуществиться признание вот этот субъект С1 должен выступить в некотором выступить в некотором благородстве он сам должен первую руку протянуть и протянуть руку признанию почему это сложно потому что если мы протягиваем руку признание другому то это выражается в некотором унижении да потому что если другой нас отвергнет как бы да ну допустим это особо очевидно если речь идет о некоторых там некоторые чувства допустим там любви там дружбы если мы кому-то протягиваем там руку дружбы а нас отвергает как бы то мы впадаем в ситуацию унижения но здесь вся проблема состоит в том что если мы феномологически к делу подходим то ведь мы сами находимся где-то вот здесь каждый из нас вот каждый из нас находится здесь то есть мы на самом деле не можем встать вот сюда вот как я вот рассказываю как будто бы вот я встал сюда то есть это внешняя позиция вот такой внешней позиции ведь не существует я нельзя встать на внешнюю позицию и знать каков этот С2 и что он как он поступает если я протяну ему руку дружбы отвергнет он эту руку или все таки как бы пойдет навстречу вот этой внешней позиции нет у Гегеля это внешняя позиция есть это позиция там как известно там позиция мы да вот его философия как бы почему она замкнута и представляет собой единство там всегда во всех взаимоотношениях всегда вот есть это как бы внешняя позиция собственно это внешняя позиция это позиция мы она потом как бы и представляет собой и связывает все построение представляет и вырастает в нечто что можно было бы назвать абсолютным но фактически когда мы стоим на феномологической позиции мы вот такой внешней позиции не имеем мы всегда мы находимся здесь. Каждый из нас является субъектом, и он как-то должен действовать. И суть вопроса в том состоит, что поскольку мы все превращаем в свое иное, поскольку, допустим, если мы состоим на позиции мышления, мы все превращаем в свою мысль, поскольку мы не даем возможности субъекту проявиться, почему не даем возможности? Потому что мы же должны как сделать? Субъект может проявиться как субъект, если у него есть вот эта вот своя мысль, если можно так говорить, свое значение. Не наше значение. Мы все превращаем в наше значение. Есть наше значение, есть наша мысль, наше мышление. А нам надо увидеть субъекта как на самом деле, как вот некоторое иное значение. Иное. Иное значение. Об этом говорят увидеть другого, как другого. Ведь даже если мы не ведем речь о признании, а ведем речь уже просто об обычной жизни, то ведь мы склонны к тому, чтобы за другими людьми, как бы людьми, видеть некую маску. Есть некая для нас, человек представляет собой некую маску. И вот как бы она, эта маска за ним закрепилась, да, и как бы она удерживается. И, собственно, человек представляет собой в таком случае некую опять же вещь. Он представляет собой некоторую совокупность каких-то характеристик, каких-то свойств. человек перестает быть, собственно, человеком, потому что человечность в человеке определяет тем, что он является свободным, что он может. Вот как говорит Сатар. Сатар. У него есть работа там... И здесь нациализм, это гуманизм, да, где он как раз эту концепцию разрабатывает, это экзистенциальное. Связано с тем, что в человеке есть некая возможность, он есть некая свобода, он есть некий проект, обращенный в будущее. И мы должны увидеть именно другого, как другого, как другую, как именно не просто равного себе, а как другую возможность. и для того, чтобы это сделать, надо нам вот увидеть другого, как другого. А как это сделать? Как сделать такой переход, как сделать так, чтобы вот это вот мышление, оно не оказалось наше мышление, да? Потому что ведь что тут, как тут можно показать, что происходит здесь? Я вот говорил о том, что человек замирает в некоторой маске и становится вещью. И мы каждый раз должны вот эту вот вещь снимать и давать возможность проявиться вот этому мышлению, которое как бы является другим, да, как бы, которое является... Ведь получается, если вот это вот мышление объединять с нашим мышлением, вот здесь вот есть наше мышление, а мы стоим всегда на позиции мышления, если объединять вот это мышление с нашим мышлением, то получится, что человек опять же превратится в некую маску. Вопрос состоит в том, что вот эти два мышления различим. И различить их можно только с позиции феноменологии, где и существует мышление описательное, и мышление чистое. То есть мы должны увидеть вот это различие также и здесь. Мы должны сделать возможным телу, которое мы видим, вот некому знаку, некому тексту, человеку как тексту, мы должны увидеть, что в нем есть некий свой собственный смысл. Не тот смысл, который нам бы хотелось бы видеть, который мы закрепляем в некотором стереотипе, в некотором штампе, в некоторой маске, то, что называется представление о другом человеке. А тот текст, который изначально не является другой человеком, другой человек является просто другим. Он является другой возможностью свободы. И это можно сделать только в том случае, если это наше признание, оно выступит и наделит этот субъект неким существенным значением, что он, субъект, наделит. И вот это наделение субъектом, это и есть первое признание. Первое признание, оно состоит в том, что мы даем возможность другому быть. Быть, мы наделяем его бытием. Вот это возможность дать другому быть, это означает, как бы, изначально субъект является для нас всегда, как я говорил, неким объектом. Это означает, что из этого объектной ситуации, из ситуации как бы нищеты, потому что как объект субъект ограничен каким-то набором, каких-то своих свойств, как бы заранее уже предсказуемым, стереотипом. Он описан психологически, описан социально, он представляет собой вот эту ходячую какую-то карикатуру на человека. Потому что человек-то ведь всегда свободен, человек всегда есть тот, кто может, есть тот, кто обладает возможностями, тот, кто обладает свободой. И вот дать эту свободу, на самом деле, и удерживать ее, потому что вот это вот есть наше действие. Мы должны удержать. То есть субъект должен удержать другого, за другим субъектом вот некую вот эту вот свободность. Он постоянно должен примысливать эту свободу к другому субъекту. Он постоянно должен как бы себя одергивать. Постоянно вот это он должен снимать вот эту вот маску, которая неизбежно ведь нарастает, потому что нам легче общаться с другим человеком, когда мы уже его свилить некому штампу, сделали неким стереотипом. И мы непроизвольно это делаем. И нам постоянно надо обновлять свое понимание другого. Мы должны постоянно как бы давать другому быть. И вот это давание другому быть в этом состоит, собственно, этика. В чем состоит этика? Этика состоит в том, что другой человек, ну, как об этом говорят там, становится целью, а не средством. Вот есть субъект, он в другом видит субъекта. И вот это видение субъекта, поскольку он представляет свою структуру, есть цель. Цель увидеть человека как человека, субъекта как субъекта. И поэтому интерсубъективность, она вот такая интересная, она невозможна без феноменологии. То есть она невозможна без некоторого уровня философства. Понятно, что в обычной жизни люди об этом не задумываются, и живут в некотором отношении в мире не живых субъектов, а в мире вещей. Они сами о себе думают как о вещах. То есть о себе думают как о некоторых... Что значит сказать, что у человека есть набор свойств? Что значит свести его к набору свойств? Это значит свести его к вещам. То есть мы на самом деле, повседневно, не мы, там многие повседневности, берут себя как вещь. И психология нас учит этому, что человек есть вещь. И только этика на самом деле, одна как бы постоянно задумывается над тем, почему этика? Потому что в этике как бы существует понятие свободы. Она задумывается над тем, что человек не является набором свойств, не представляет свою вещь, а может, он имеет возможность, он имеет свободу. Свобода, возможность. И вот в свободе встречаются два субъекта, и вот эта встреча двух субъектов, каждый из которых признает другого, каждый, который удерживает в другом, вот эта вот субъектность, он дает ему быть. То есть настроен к нему благожелательно, то есть видит в нем этот субъект. И вот когда встречаются два таких субъекта, возникает этика, которую я назвал формальной этикой. Почему она называется формальной? Потому что каждый видит в другом субъекта равному самому себе, и это отношение симметрично. Поэтому можно уже не писать субъект один и субъект два, а можно писать так. Два субъекта соотносятся с друг другом, и каждый является тем же самым, что и другой. И каждый от другого требует того же самого, что требует от себя. Потому что это отношение симметрично, и вот это и есть отношение формальной этики, которую я развиваю, и которое является в некотором отношении продолжением теоретической философии. Теоретическая философия у нас несколько свелась с философией сознания, но просто сам вопрос с сознанием оказался настолько существенным, что можно всю теоретическую философию на самом деле свести к философии сознания. А вот как бы практическая часть, если как бы так делить условно, как делят Кант и Гигель философию, то практическая философия, это вот и есть формальная этика, собственно, которым надо будет в дальнейшем заниматься. Ну и здесь еще важный вопрос формальной этики приобретает, что ведь мы два субъекта равные и соотношения. А есть еще соотношения неравные. И это неравное соотношение, которое я говорил, если субъект не признает другого субъекта, то вот это вот неравное отношение, неравное отношение, это есть либо отношение рабства, когда человек не сводится до уровня вещи. Ну, собственно, что такое рабство? Раб представляет собой просто живое орудие. И поэтому всегда неравенство двух субъектов можно понимать в теореме нахрабство. Это первое соотношение. А второе соотношение неравенства, причем это второе соотношение достаточно сложное, оно связано с тем, как субъект соотносится с Богом. Вот здесь некий выделенный субъект, да, вот, выделенный. Субъект, абсолют. И вот соотношение субъекта и абсолюта, как бы, выделенное, оно может тоже пониматься как рабство. Если двигаться простым, стандартной логикой, ну, как вот в древней, да, они воспринимали весь мир в единой структории, там, наверху хозяин, и, как бы, и на каждом уровне своего рода хозяева, да, они сверху донизу в некой иерархии друг другу подчиняются, как бы, там, и люди все, в частности, подчиняются более высоким, там, создателям, там, ангелам и Богу. Так может, это можно отношение субъекта понимать как рабство, то есть, когда абсолют, субъект больше, ну, больше, если пишу, как же, надо понимать условно всех таких написаний, для того, чтобы просто пояснить мысль, да, то есть, просто, когда между ними нет никакого равенства, это равенство, как бы, рабство, но рабство Богу, да, и поэтому это рабство Богу не является чем-то унизительным, да, там, потому что и праведники, и высочайшие были рабами Бога, там, Моисей был рабом Бога. Это первое соотношение, ну, вот, в этом соотношении, как бы, как раз движется, например, иудаизм. Ну, и вообще-ка, на самом деле, мусульманство, как бы, я не говорю про современное, современное мусульманство, ну, тоже немного эволюционирует, и там не все так просто, а вот, как бы, историческое мусульманство иудаизм, вот, они, как бы, рассматривали себя рабами Бога, и это нормально было, да, и вот есть второе отношение, это когда какой-то субъект равен Богу, равен Абсолюту. Но эта ситуация сложная, вот это и есть, собственно, христианство. Эта ситуация, я сказал, сложная, нельзя понимать ее буквально, да, но с точки зрения этики, формальной этики, конечно же, субъект, конечный субъект человеческий не равен никакой Богу, но с точки зрения этики они равны. Христианская это понимается тем способом, что люди являются детьми Бога, детьми, детьми Бога, что Бог, Бог вочеловечился, да. Вот это вот равенство очень важно для формальной этики. Собственно, как бы, вот христианство из особого рода религии, особого рода переход, который осуществил человечество в понимании того, что представляет собой этика. Ну и сейчас я не буду начинать формальную этику, как бы, это особого рода разговор, как бы, он там требует и подготовки, и многих это предварительных слов каких-то. Ну вот, собственно, я просто показал некий предварительный переход к решению проблемы интерсубъективности. То есть, мне казалось, что эта проблема нерешаема, потому что вот я вот как раз на той позиции, когда мышление замкнуто, да, что мышление не может увидеть другого, как другой. Мышление замкнуто. Яд, мышление замкнуто. И все, и все иное она делает просто своим иным. Да, но на самом деле, как бы, если синологическая точка страны, мы различаем все-таки объекты. Есть одни объекты, есть другие объекты. Да, вот есть одни объекты, значение которых одно, есть другие объекты, значение которых другое. То есть, реальность, на самом деле, она разнообразная. И в этой среде реальности мы можем увидеть другой объект, как субъект, если мы сами выполним определенного рода феноменологическую операцию. То есть, от нас требуется некая операция перемысливания, некая операция заключения для того, чтобы увидеть другого субъекта. Ну, и эта философия как раз мне больше всего близка, такая философия в лице французского философа. который имеет русские корни. Это Эммануэль Левинас. Ну, наверное, на сегодня все. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...